Всем добрый вечер! Кто меня будет смотреть записи? Доброе утро, добрый день, приятного аппетита! Меня зовут София Гэш и сегодня я вам читаю сказку бразильскую, которая называется «Обезьяна и конфета». Однажды жила-была обезьяна, как-то раз стала она мести пол у себя дома и нашла монетку. Обрадовалась обезьянам, бросилась со всех ног в лавку и накупила себе конфет. Потом забралась высоко на дерево и принялась лакомиться. Но по своему обыкновению сидеть спокойно она не могла. Вся вертелась в разные стороны, гримасы строила, ну и уронила одну конфету в дупло. Она ловко спустилась вниз и попробовала достать конфету, но не тут-то было. Никак не могла ухватить обезьяна свое лакомство. Побежала она тогда к кузнецу, сказала ему «Кузнец, а кузнец, сделай мне топор, я срублю дерево и достану свою конфету, которая провалилась в дупло». «Как же? Буду я тебе топор делать только для того, чтобы ты достал свою конфету? На вот тебе монету, да пойди купи себе еще конфет». Хитрая обезьяна взяла монету, а сама пошла к королю и сказала ему «Король, прикажи к кузнецу сделать топор, чтобы я могла достать свою конфету». «Зачем ты, обезьяна, беспокоишь меня из-за какой-то конфеты?» «Вот возьми монету и накупи себе конфет». Обезьяна взяла монету и пошла к королеве. «Королева, вели королю сделать помойму, чтобы я достала свою конфету». А королева, как и кузнец, и король дала ей монетку и отослала прочь. Обезьяна спрятала монету и пошла к мыши. «Мышь, изгрызи платье королевы, чтобы королева сделала помойму». Мышь тоже дала ей монету и велела уходить. Обезьяна положила монету в карман и пошла к кошке. «Кошка, поймай мышь, чтобы она сделала помойму». Кошка дала ей монеты на конфеты и прогнала. Обезьяна положила монеты в карман и пошла к собаке. «Собака, поймай кошку, чтобы она сделала помойму». Собака дала ей денег на конфеты и прогнала. Обезьяна взяла монету и пошла к палке. «Палка, побей собаку, чтобы она сделала помойму». Палка дала ей монеты и сказала уходить. Обезьяна взяла монеты и пошла к огню. «Огонь, подожги палку, она не хочет делать, как я велю». «Иди ты прочь, на вот, возьми монетку, купи себе конфеты, не приставай ко мне». Обезьяна взяла монетку и пошла к воде. «Вода, залей огонь, он не хочет делать, как я велю». «Этого еще не хватало. Вот, возьми деньги, купи себе конфеты, исчезни с глаз моих». Обезьяна взяла монетку и побежала к быку. «Бык, выпей воду, она не хочет сделать, как я велю». «На тебе монетку, купи конфет и не мешай мне пастись». Взяла обезьяна монетку и пошла к крестьянину. «Крестьянин, убей быка, он не хочет сделать помойму». «Оставь меня в покое, обезьяна. У меня много работы, я ведь не без денег вроде тебя. Возьми деньги на конфеты и уходи». Спрятав монетку, обезьяна пошла к смерти и попросила. «Смерть, возьми крестьянина, который не хочет убить быка, который не хочет выпить воду, который не хочет залить огонь, который не хочет сжечь палку, которая не хочет побить собаку, которая не хочет поймать кошку, которая не хочет поймать мышь, Которая не хочет грызть платье королевы Которая не хочет поговорить с королем Которая не хочет приказать кузнецу сделать топор Чтобы я срубила дерево и достала конфету, которую я ронила в дупло Подожди, я сейчас вернусь Ответила ей смерть и пошла к крестьянину Не убивай меня, крикнул человек Тогда убей быка, сказала смерть Крестьянин побежал с ножом в загон, бык замычал Не убивай меня, тогда выпей воду, сказал крестьянин Бык побежал к воде, и она в страхе прожурчала Не пей меня, тогда залей огонь, приказал бык Вода бросилась к огню, а он протрещал Не заливай меня, тогда сожги палку, сказала вода Огонь кинулся к палке, а она скрипнула Не жги меня, тогда побей собаку, велел огонь Палка накинулась на собаку, а она заскулила Не бей меня, тогда поймай кошку, ответила палка Собака погналась за кошкой, а она мяукнула Не лови меня, тогда поймай мышь Кошка бросилась за мышью, а она пропищала Не лови меня, тогда грызи платье королевы, сказала кошка Мышь принялась грызть платье королевы Королева увидела и закричала, не грызи мое платье Тогда поговори с королем, чтобы он велел кузнецу Сделать топор для обезьяны, ответила мышь Королева поговорила с королем И король сразу же велел кузнецу сделать топор И отдать его обезьяне Кузнец повиновался, сделал большой топор И отдал его обезьяне, которая срубила дерево И достала конфету А кроме конфеты, у нее теперь была куча денег Благодарю вас за внимание И спокойной вам ночи Поtr움� 자꾸 берем лаком Дляinal Panav И естественнуться туда Слива Заезжаяcollет Грам 49 Диана Ребята Зд cupboard Свет